Добрый вечер! 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 Маршу Неподлеглощи, когда-то и сейчас, чего сподзевать. Я могу там выступить, как главный гость, попросил еще, беру за собой Андрея Слонавского, который пару вещей тоже Państwu поверил. Старам себя надавать как лучше. Вчорайше КХТ Куэшчин Ниансер было экспериментальное, рамка была, я это первый раз делаю с камерой, не умеем еще делать с этим ОБСМ, не умеем, как там сделать себе тло, наставить какие-то вещи, что это в уголе да. Побежаем те разные вещи, которые стоят на YouTube, но на YouTube те инструкции дотичат гер и это очень удобнее, там себя камерка на дуу сцена и это все. Ну, zobaczyмы. Может, это все удано. Какое-то все это все разве. Прошу Państwa, начну сегодня снова от премьера Матеуша Моравецкого, потому что заровно хейт в стосунку до меня есть огромный, потому что в сумме попарłem премьера, я ни не попарłem, ни не попарłem, просто выразил им свои вопросы в стосунку до хейту и постановил им, что надо ждать. Но, что диктое, что оказывает, что этот хейт есть правее так и сам, заровно со стороны правики, как и со стороны левики. Есть он немного без сенсу, потому что, все, что все нареки на округе стул, а никто не zwróчит внимание, и никто не подсказывает, что Матеуша Моравецкий походит из строительства и есть особой с поза округа стул. Срединство Solidарности Валчащей, Корнела Моравецкого, не участвовало через 25 лет в ротах. Матеуша Моравецкий не походит из żadной партии, в результате в результате округа стул, безусловно на то, как те партии потом взросшатывали, как они прошли, где они, дети, люди прошли, как они начали называть, как они изменяли, эволуировали, разные разные меланжи там сияли в этих партиях, но он есть единственный по-за-сродовства округлего стул, пожалуйста, единственный в этом ряде, так что так скажем. То есть тоже symptomатичное и быть может этот хейт есть тоже этим споводованы. Не знаю, я еще раз повторю, сегодня было запрещенжение ряду и было певно, что никто не станет изменен, все лицели на какую-то сенсацию, и утро бы правдоподобно таблоиды написали огромные сенсации, а так то muszą вымыслить сенсации, пожалуйста. Почекаймы, почекаймы. Сейчас, пред святами, под конец раку, пред ухвалием бюджету, кто-каколик смени, пожалуйста, это немного без сенсу, тут нужно trochę быть, я wiem, что это политика, что все хотят, чтобы было все ясно и просто, но политика не есть ни ясно, ни просто, не есть ровно чистая, не может быть чистая, потому что не есть политика, это вдач по каждому краю на свете, но нистете. Кидаш услышал от одного из обычных людей, а то давно, то еще в летах 90, на początku лет 90, из обычных очень мощных в постачи в Писе, единого из ministров что он верит, что политика может быть чистой, что все могут им чистые руки. Нистете, не это так до конца, и очень часто, как входит на эти стоки, начинает какой-то проблем. Я уже говорил многократно, что наши послые, или наши ministровые не дают себе правы, что очень часто министер может хотеть, может иметь добрые интенции, но ничего не сделает, если у таких, которые это все потратят область, а czasами у 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 может что-то опусть, может что-то вложить где-то и может все-то затонировать. А невероятным успехом ПО была практически вымена практически практически всех уреждений. Так, они в час-то 8 лет примерно выменили, это стало в смужбах на przykład. Они выменили практически, добираясь в себе на каждом станции. От доу до гуры, людей, которых можно правильно укшелтовать, которые в разе чего заpewnят им, как бы то Państwu сказать, спокойное трвание. И эти люди, proszę Państwa, остались. Я очень часто говорю, что руин не нужно маловать, только сборить. Это, конечно, есть pewного рода преносящие, потому что не выражаю себе, что входит новый министр с ПИСу и бурит такие вещи, как разного рода министрство от здоровья и так далее. А как вино, там тоже все действие. Все, срештой, при этих чистках, по kolejной измене, шукали дыректоров, некоторые даже даже до начальников, но все также запомнили, что так на правде, то очень часто потратили руководство. Ну, конечно, это тоже легкая присада, но я просто хочу показать, в какой ситуации премьер Срыдло обеимала власть, когда была противко себе все, практически все урзы. Практически. По roku 1989, когда приходил ржонд премьера Мазовецкого, так не было, потому что была была одна умова споточная, которую заварто при округлом столе. Тут ПИС эту умову эвитентно взлама, значит взлама, злама, злама, потому что взлама, он себя кое-какал, но эвитентно выповедял эту умову, усилуясь что-то изменять. И, нистете, в ciąгу, через два лета занимался единственным раздражением мин, входением на мины, по-просто, kolejные мины. И еще раз повторю, то премьер Срыдло взяла на себе все, 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 все. То премьер Срыдло. През два лета Матеушz Моравецкий мог припатрыть себя, патрыть, что się dzieе, как się dzieе. Патрыть, вытачить себе pewне kierунки и час присоедет на него в этом моменте. Может быть, это и хорошо, что кто-то незвязанный с środовиком округло-столовым усилует по-лапать в этом целом по округло-столовом балагане. Может быть, это хорошо. Не знаю. Почекаем, посмотрим. По-просто, вне методы не есть. А, но дживе себя этому хейтами. Почему люди дают себе врзуcić вещи, которые są totalне бздурные? Друзья, например, услышали, что пан Винцент Ростовский, не знаю, как это называется, былый министр финансов, тоже сделал швитную врзутку. Есть так правда. Премьер мяновал министра Матерьевича, но, пожалуйста, так говорил пан Ростовский, наши союзницы, главные Американе, говорят, что час, чтобы министра Матерьевича сменить. Есть это такая врзутка. Чы с такие, пани Моника Олейник, я даже запыта, а то есть подтвердное. Ну, не, ну, так все говори, ну, так все говори, но пошло ветер. Илещ людей это смотрят. И та пропаганда трофия. Трафия, пожалуйста, вбрев позором, и зараз вам покажу, почему. Вшсти еще раз, wszyscy себя обурзают на захование этого пана, какого-то там фармазом, или какого-то там пана, который бросил бы по-разному. Он навык, который бы сказал себе Fan arreц hard получил видеунами, krit這一, безвзеленный до молодого жителей, до дзявольника из ТВП. Не powinien себя так отзывать, oczywiście, и это справа до суду по-разному, но там есть одна вещь, это важное, что... озвучайте внимание на этот хэлм. И вошло это у Маркена Роли, что он нагрева, нагрева все вмещения. То есть, что творят листы проскрыпционные и я буду о том говорил в кулках, аж до снудения, потому что это еще один сигнал для многих людей. Уважайте, не входьте в ПИС, а как входите, то лучше ничего не делать. Уважайте, потому что мы пройдем и вас различим. И тут, proszę Państwa, następует какое-то пренесение, потому что они не говорят в прост, что различим вас, но посмотрите, что сделал ПИС. Своей пропагандой, различанием, уставами, разными словами, что будем всех вырвать, кто из тамного системы был, кто был в связи с ПРЛ и так далее. То есть своисте пренесение. То есть своисте пренесение. Они это использовали в способ умеетный, не только они. Прошу Państwa, в службах, я читал артикул из газеты финансовой, пана Грегорза Якубовского, пана, который, не зная мне, какие-то полтора года или два года назад, знижкил меня, зуперл меня, приятнее так мне удалось, что это было, но не шкоди. Наверное, что не запыта, кем я и о чем я говорю, его справа. Але артикул есть «Пустки в службах», «Бедный как шпион». В том о Агенции Выwiadу. Этот артикул zwróciłem внимание еще потому, что зникнул этот коментарь, но на одном из порталов, он был опубликован и был коментарь какой-то дзинникарки из газеты выборчей, что если Вроњски працала в Агенции Выwiadу, то ничего не дикого, что есть такая слабая, что есть антиреклама. Ну, если я jestem антирекламой в Агенции Выwiadу, то очень хорошо, потому что все знают, что я выwiadу не люблю, волю контрвыwiad. И считаю, что контрвыwiad должен быть важнейшим службой. А если я jestem антирекламой, то трудно. Ну, чесэсь, что это так ствердила газета выборча, которая о дзиво ве, кем я jestem. Какий месяц тому не вiedzели, кем я jestem, а сейчас негле ведут. Ну, файне, весоле. Отуж, вернемся до мэриту. «Бедный как шпион». Так, proszę Państwa, вбрев позору, плацам в службах с очень мало. Конечно, зараз тут обурzeni люди говорят, что я работаю тяжело, двигаю, что я работаю тяжело, двигаю, что я от рана до вечера и зарабатываю меньше, а я им себя повоя, потому что я повернула. Так, proszę Państwa, только, что агенция выwiadу и прац у офицера операционного – это вечная диспозыка, практически не можливость за планирования себе часу для себя и для родины, если она будет выполнена хорошо. То не есть прака 8-15, 16-15, через 5 дней в тюгоднию, только то есть прака через 7 дней в тюгоднию о найдивнейших порах. То есть вечное рюзико, потому что так, аутентичное рюзико, здоровье, жизнь, конечно, уже говорили, что «зламанное życie родинное». Конечно, что так, так и дело, хотя бы что творим рюзик, каким есть агенция выwiadу, тогда не ма им за что платить. Но если хотели им 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 что-то есть хорошие службы, то пропоную, чтобы мы сейчас сделали над плакой для офицеров. Не для всех, но для офицеров операционных, потому что у нас есть так, что офицером агенции выwiadу может быть каждый. И каждый есть. От тех, которые сидят в кадрах, прикладывают папирки. И этих есть больше. О, много. Тих, которые продают олевки и так далее. Они тоже с пустью, майорами, капитанами и тоже подлегают тем самым эмеритурам, тем самым, как это называется, pragматике эмеритальной. Так само, тоже потом выходят с этого, я был офицером выwiadа. И есть этих килкунасту, срештой, пауэтащихся, как цени по корыторам, в среду этих всех великих, ходящих, мотно тузов, логистыки, офицеров операционных, которые могут вербовать, которые могут шпиговать, которые могут рызыковать, ганиять с обсерваками за границей и делать выwiad. По-просто творить выwiad. И они зарабатывают, часами, менее, чем там. Тымчас на Захоте есть вполне инакция. Generalnie, праця офицеров выwiadау, или в службах, то самое dotyczy контрвывиаду, или, что также в полиции, есть оплатана великой крыльщика выше, чем працанельных людей из мисти. Это определенные ограничения, также ограничения в демокрации, потому что офицеры, офицерские службы не могут быть członками заводов, подлегают огромным ограничениям, если chodzi о тайность, если chodzi о презентование самых себя. Резрекции бывают болезные, действительно бывают болезные. И это себя рекомпенсирует. Плаком. И на примере я, мой ответник в 2011 году в службах брытийских, в отношении до платы края, я был при нем бедакем. Он зарабатывал 5-6 разы меньше, чем я. А это была большая пенсия, потому что я был полковником, главным специалистом. И это была большая пенсия, не высшая, конечно, и на примере мои коледы, некоторые в банках или в бизнесе зарабатывали 4 разы меньше. Но не важно. Это самое важное. Важно, что молодой человек стартающий в этой службе, имеющий себе вынают mieszкание, купить где-то здесь mieszкание, бодь здобойте место, то за что он зарабатывает? Когда он зарабатывает меньше, когда он зарабатывает меньше, чем hydraulик? Адентичный. Менький зарабатывает, как бы пошел на hydraulика в прыватном бизнесе, то бы заработал о виле больше, чем как офицер вывезда. И не мог бы таких restрикций. Никто бы не стал над головой. Никто бы не справедовал. Никто бы не мэчил полиграфами. Никто бы не мэчил ничего, proszę Państwa. И так есть. И о том никто не думает, потому что я тут читаю в этом артикуле, что отмувено właściwie звеньшение бюджета на пенсию. Если мы хотим, то значит мы отразу, я uważам, что даже при этом бюджете, под уроком действительно отхудения этого всего, прерзутения środков из логистыки и люди, которые ничего не работают, только читают газеты и шум не называют себя выдзялами аналитично-информационными, на работу операционной вовчас было бы о виле лучше, proszę Państwa. Было бы о виле лучше. И вовчас приймовали бы мы людей таких, которых нужно, которых нужно прийти до вывезда. Стон те всеские глупоты, стон действительно, как пишут в артикуле, что приймует себя гораздо больше. То самое срештой говорит полиция. Потому что в полиции есть то самое. Потому что в полиции есть то самое. То есть так, proszę Państwa, в службах есть то самое. Как обычным работникам операционным зарабатывается мало. Треба достать, чтобы начать работать карьеру биором, чтобы те пенсии скучали. Есть такая перепащ между кадром kierownичным, а кадром, а кадром, а кадром, о которой они все они несли, в каких-то в разных службах на свете не имеют. Это, конечно, есть деморализирующие. Я знаю много людей, которые за купить деньги, выкштосленные, а потом отходят, потому что оказывается, что они не могут быть в состоянии утрома. И я говорю это в имене молодых офицеров. Не каких-то старых пиердул, старых пиуковников, только просто молодых людей, которые хотят, которые хотят, которые хотят, которые хотят, которые хотят, которые хотят работать для государства. Но твердение, что если ты патриотом, то работай за дармо, это действительно глупо. Я от одного из шефов агенции вывиаду, не буду поменять названия, когда порушил темат, что люди должны где-то жить, мы им ничего не заточны. Как они могут, что они могут сделать, за что они могут жить, когда он зарабатывает по школе 3 тысячи долларов, то что он может сделать в России? И еще хотите, чтобы он был хорошо убранный и работал выдайно, когда он думает только, что ему старается на хлеб и для жены, и для детства. То я услышал, ну, что же, будут musли брать кредиты. Брать кредиты, пожалуйста. Уфицированные агенции вывиаду берут кредиты и целая большинство молодых офицеров операционных агенции вывиаду есть на кредитах хипотечных в разных, джиных банках. Потому что агенция вывиаду не поможет. Она только выда пощадку одновременности востковой о номерах кодовом, что так и так и так и работают, с адресом Милобэнцка 55, где пани в банке, потому что так было действительно. И он ему оповида, он мне это молодой человек, принимает это, он говорит, что он работает в агенции вывиаду, Милобэнцка 55, с гугла выходит. Так есть, пожалуйста. Так это есть от wielu, wielu лет. И никто о это не дба. То самое есть в контрвыwiadе. То самое, полицейцы имеют еще горше, зарабатывают еще меньше. И ничего не другое, что по праке они принаеме могут, потому что их никто не вырреет. Дорабляют в агенциях охраны, дорабляют как брамкаре, или в какой-то другой способ. Ничь не задба о этого полицейца, который есть на улице codзенне, который codзенне рызыкует, потому что никто не знает, что кто-то не вытянует норжа и что-то не происходит. Что никто не задба о том, чтобы он был чем выкармить родину, так это выглядит. Хорошо, что этот артикул повстал. Может кто-то в конце помысли, потому что если мы хотим иметь правдивые службы, то мы должны иметь правдивые службы. Но это будут дороги, то нужно платить людям. Неправда платить людям, чтобы они въедели, что государство о них дба. Не может быть единым целью выjazд на плаку, потому что там будет лучше, потому что это будет коммунистическое мышление. Все хотели столь выехать, потому что было лучше там. Одна dieta – это были три пенсии. И каждый хотел в этот способ, и каждый хотел в этот способ заробить. Так мы мыслить 27 лет по балению komunизму. В этот способ. То есть декоммунизация. Есть еще один аспект, который артикул не порушил, но который я услышал в целе не от людей, которые имеют корзене в ПРЛ-у, так как я, я имел те 7 лет в этом СБ, но есть это коментарь людей, которые люди молодых, очень часто моих учеников, которые 10-15 лет работы, которые постановили отходить до эмеретуры. Почему? Потому что по уставе дезубокизационной та пропаганда это начинает. Вас тоже это ждет. Не чещеще себя. Вам тоже кто-то, какой-то следующий ряда, что вы работали в неслушном окресе и вас различают. Вбрев позору, та пропаганда доцира. Подсвидомие. Всскохи смеются, никто не в это не верь. И сейчас вы поверьте, а то неча он не працует. Ну, доброе, неча не працует, пожалуйста, в этом моменте. Но речистость есть такая, какая есть и люди сутки, и они сутки. Если ма мае дети, ма жону и ма маянте жону, то мысли przede wszystkim, а ма ма выконывать вещи небезпечные для Państва, то кое? Ну, то кое? То принаемие Państwo нех дба о то, чтобы он маал с головы проблемы финансовые. И так ест на свете. Конечно, эффект ест такой, можем приймывать самотных, только и выłącznie самотных. Але каких самотных? Правда? Может быть, а также ненормальных самотных, может быть, и нехтемных самотных. Не знаю, не знаю, то есть по-просто бздура. Эфект будет такой, и в эффекте будет что-то такого, что погадам, погадам, я погадам, говорю то, что я говорю, и никто на то не zwróчит уваги. И те właśnie пенсии родственные корупции. Згадясь, Гресио. И те właśnie пенсии родственные корупции. То есть абсолютно правда, за то, что говорить. Потому что латво скорумповать особе, которая мало зарабит и которая может купить детям хоинку. Очень сложно скорумповать, а она на эту хоинку не имеет. Милитрията сиомбано, алейшановано, рюкали по краю часто, а теперь прийдут по дзву лестников, рюкано наиболее. Не знаю, о чем тут chodzi, а нех так будет. Нех так будет. И можно себя смеять, что будут тащи в утримании, можно, чтобы они ничего не работали. Не, пожалуйста, робят и рюкуют, потому что, с одной стороны, мы хотим иметь информацию, чтобы избавли информацию, а не даем наряди до этого. Потому что это все, когда-то из-за того, что приходят неудачники, потому что приходят неудачники, я знаю, что тогда много людей, так я чувствую себя, очень много людей, а остаются неудачники, тем, которым не удалось, так не может быть, службы не могут быть с таких людей, службы могут быть с компетентными, люди хорошо выкшелкованных, хорошо подготовленных, хорошо оплаканных и отданных, прежде всего, краю, и это важно. Но, конечно, я не говорю о кадре kierownичной, потому что кадра идёт на добрые пенсии, а добрые аппараты и привилеи, которых не есть, вся вся остальная, которая это видит. Я говорю о работе, потому что службы не творят сефови, они не ходят на вербунки, службы творят работники, и это молодые работники, особенно, потому что, как, как говорится, в США, например, первые пять лет добываешься, потом 10 лет работы операционной, допустим, не выпалишься, не впадешься в рутыню, не станешь деконспированный, а потом можешь других учить, а либо займовать себя в центрове в центре, в этом моменте. Но те 10 лет в полу есть найважнейшее, это, конечно, важнейшее, этого можно много научить. Так так выглядит. Сэндзиовые зарабатывают купе шмалу и тоже с коррумпированы. Не мы вывиады и службы, силнейшие граждане так хотят. Может, не знаю, я только говорю по-просто, как есть. Почему так есть, пожалуйста, хорошо, я знаю, могу себя с Панем згодить, но это только хипотеза. Не могу на грозь наймнейшего доводу, что так есть. И певно не буду, хотя операционно та хипотеза есть узасаднена, proszę Пана. Доброе, не отвечаю на вопросы, поэтому я не буду входит в дискуссию. Ну и так это выглядит. Влажно. З данных коменды губных выгнага, что старыста курсант зарабля среднее 1608,00, загварентованное мазакватровое в живении. Как информовал Portal Mani, по законченному школьному курсант остается полицейным и зарабля 2452,00, особенно в Варшаве. Конечно, есть еще додатки, но это важно. Что сменят службы, когда ци над службами часто смочены от давных укладов, даже по за округлым столом. Не мало других укладов, niż по за округлым столом. Как видим, когда себя усилует впровадить кого-то из укладов по за округлым столом, начинка начинает холерный хейт, згодный хейт, всех партий политических, так, но табене, потому что в тле в этом всем есть, не говорим так, не говорим, чешкизи, а киза себя обудила. Не говорим, что это все, но, конечно, это открыто, тут ни одна из этой стороны, но так есть млюкници окем до видза. Я то видзе по просто, proszę Państwa. Мам еще одну вещь. Досталем такой артикул со стороны CAPD под титулом «Росейская война дезинформacyjна противко в Польше». Это какой-то фрагмент рапорту. Генерално артикул есть добрый, артикул есть слухный, показывает все, что есть, но есть в этом свойственный парадок Балзака. Прошу меня убачить, что с дымой окулары. Конечно, есть здесь, что те, какие ставят Росиане, то есть, эта наррация, то «Полска нисшит помнеки советских жојков-освободителей». Тут больше о том, что Росиане освободили Польшу, и без Роси бы мы были знисчени, и фасшизм бы нас по-просто, так бы я это написал, и фасшизм бы нас сжал, а фасшизм, потому что они говорят фасшизм, то есть «назизм» бы он нас сжал, а они по-просто нас освободили. Польша есть пулу-отповедзиальна за распочнение Другой Войны Швятовой. То есть такая нарракия укрыта в этом всем. Но, но, действительно, в тле что есть. Полска есть ракционалистична и ксенофобична. Так, только, что это нарракия росыща? Она есть врзутана. Может, немножко Росиане используют эту нарраку racей попресзахуд, чем сами ее творят. Это не они ее створили, так на добрую справу. Полцы вместе с Росианами борются о поправе ракции полско-российских под касаем «Стопрусофоби». Ну и тут это самое интересное, потому что это «Стопрусофоби» то повстает вся масса по правике разных створилизаций, разного рода фундации, которые могут показать, что так обывател росыщий, Росианин то пораженный свой хлоп, только он этого выбрал. Их есть меньше чем один царь, правда? О этом уже никто не говорит, но шукание этих спорных друк, то, что я всегда говорил, политика воbec Роси musi быть pragматична и такие właśnie здания, на которые się действия росыщих. Полска ма росзчаня, тут Украину на разе не буду занимать, но это разгада себя. Звейкшание negативного визерунка Украины, Росиане звеньшают negативный визерунок Украины, так, разгада себя, но это темат на zupełnie иную вещь, но разгадам себя абсолютно, что часть провокации, особенно ostatних провокаций, которые coraz bardziej się надежат и будут еще, потому как мы сглится визита президента Андрея Дуды. И разные псодопетарды под автобусом, или провокации будут гораздо częстше перед этой призетой. Я надеюсь, что забезпечение призеты Андрея Дуды выглядит достаточно хорошо, потому разные такие плотки ходят, разные такие твиты на темат, что может что произойти в czasie этой wizы может быть не безопасно без конкретного творят атмосферу как бы споводовать такой выпадок. Я говорю о том publiczно, потому что в одном случае раз имея полную вещь, может не поважен, потому что это психически хоро, но писем что правдиве нистете, усиловал завиадомить кого-то из канцеларии президента, кто-то разговаривал, но та rozmова не вышла абсолютно не важно кто я стал потратованы так как психически хоро в додатку провокатор или специально насланный через кого-то меня абсолютно не интересует в связи о чем сказал даже как мне напишет на этом докладе мне это не интересует и у этого зараз до почему это говорю wracając до этого rapорта конечно negательный визерунок Unии Европейской negательный визерунок NATO и те wszystkie истории из этого wynika в этого rapорта появляется coś в родзаю парадоксу Balzака он działa вбрев интенциям авторов потому что мне кажется что что с этого рапорта wynika что такое что лучше с Россией догадать чем с ним бороться с целью Мальчак 就 есть ещё fragment где я это мяч парня ? Мальчак слово к о В поля 響 политики больше мяч до со здорового зрения является смена świadomoсти поля społeczeństва на отношения международных сооружниками 是啊 transatlantyckiego а в konseкkenции изолации państwa Polskiego через podejmование decyzji и действиям вмешательных во-властных союзникам этих структур. Брак зразумения росыських целей в этом обслужии в Польше может привести до нещадомого поглубления конфликтов между Польшим и краями союзниками, а тем разом поводить, что действия росыськие украины уже скуточные. Они уже скуточные, proszę Państwa. Они скуточные, потому что, как я у вас заметил, возрастает количество комментариев или публикаций на тему сравнивающих стационирование войск НАТО с войсками ПГВА. То есть достаточно симптоматичное и это элемент этого всего. Тут есть еще написано где-то о pewnых вещах не могу этого найти, но есть какие-то истории связанные с базами структурными на тему... Тут одновременно рапорт говорит, что взросл от соток Полаков всказывающих на симпатии вообок Росиан, то есть от 2014 года по занятию Крыму оказывается, что от соток Полаков, считающих, что Росиане с врагами Польши и от Роси идет загрожение, спадает. Может, действительно так и есть. Может, потому что гораздо чаще начинают говорить о политике, о współpracy с Россией, в рамках разных таких дипломных вещей. По-за тем, гораздо больше популярны są te wszystkie pansлавистyczные бздоры. Может так и есть, этого не бадаłem. В каждом случае рада себя запознать с этим рапортом, потому что он действительно подсумевает, подсумевает эти несколько пунктов. Есть тут действительно несколько пунктов и несколько пунктов, в которых Росиане удержают. Я бым додал еще до этого спонсорowany heйт воbec каждого, кто усилует pragматически мыслить на этот темат. Не говорю о себе, oczywiście. Так вот это все, пожалуйста, выглядит. И на конец, вернем еще до премьера Моравецкого. Прошу-пасть, я не сдобываю, так как кто-то написал мне и пишет мне ciągle, что то, что в этой ситуации не сопротивляюся и не хейтую премьера Моравецкого, а в результате выражаю себя достаточно тепло, то означает, что уже достоин тлустую посадку. Не, прошу, посадку. Не, прошу, Państва. Я не достоин и достану żadной тлустой посадки, потому что достаточно достаточно достану вылиминовано из каких-то посадок państвовых и рождовых и даже не знаю, что бы я хотел какого-то. Не хочу никакой, потому что я уже могу достаточно замешания, которое стало себя с моими добрыми интенсиями с працией ПВПВ и не хочу, чтобы снова какой-то работник, какой-то фирмой или какой-то институтой zobaczyл меня седzącego в моем любом старбаксе и потом ствердил, что нагревал всех наоколо. Мам этого достаточно, пожалуйста. Человек, все они имеют свою витричество, я тоже имею свою витричество. Выграли, стало себя, мне институты не интересованы и не интересуют. Но премьер Моравецкий имеет перед собой три потяжные пола. Во-первых, господалька и увидим, что сделает для малых предприятий. Мам надея, что сделает душе. По-друге, политика загранична, czyli МСЗ, это примага измен, это примага целковой изменой, даже способа проводить политики заграничной, а прежде всего сделания какой-то конкретной политики заграничной. И это политики заровно захотной, как и вшкодной. Это может быть pragматичная политика, а не по-legая на том, что в одном входим в... а другим грозим. От стены до стены. Это может быть политика pragматичная. Прежде всего, керующаяся только и вылочнее добрым полки. О, и я понимаю, что с союзниками какие-то уклады, и те уклады важны, и те уклады треба, пожалуйста, выполнять, и треба играть в дужине с ними, потому что в этих союзах. О, и я думаю, что с Россией должно проводить политики так, как так, как проводят, так, как проводят, Америки, за часы современные мировые культуры. Конечно, как-то, 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 альчат, а выставить. Не честно, приезжаю и выставлю, но по-кому рону этого? Нас интересует с позиции рандовой вымена товаровой, прежде всего политика экономична. И все, что с этим связано, исправниваем. Цаа решта, а от до видения. Мы махи свое, вы махи свое. Не махи, что вы махи в вашем виде истории, не змейте ее. Мы махи в другую изюзку нашу и нех так только они понимают, и так нужно с ними разговаться. Конечно, как они, они не хотят, они не хотят, они хотят. Остатно, срочно, видел, как заховывают Росси, слышал, как заховывают Росси в одном из центров хранения у Фрызьера, в какой способ, что, что, когда полицей нужно вызывать, потому что весь мир должен для них налилиться, а полка, это же не страна, это же какая-то страна, поэтому нужно показать им, что полка есть один стран, и что полша – это загранница, а курница – это птица. И была там страшная птица, что так скажем. Хорошо, пожалуйста. Конец на сегодня. Напоминаю, что скоро может не быть КХТ, но на pewno не сдам. Я может сделаю ее позже, как я вернусь. Запрошу всех на встречу на «Вспольную 51». Как кто-то хочет, то прийдет. Суды, что организаторы меня не застрелят. Ну, туму пусть не будет. Напоминаю, что опубликовал сегодня строй титул «Ресету» вместе со списом «Трести». Так что, понятно. Сейчас еще одно. «Полска ничего не может оставить на шляхе лицетации. Почитаем только территории, а они всегда могут поделить себя. Мы всегда так думаем. Мы всегда так думаем. И это значит. И поэтому мы так, как мы. Попатчьте на Слова, Попатчьте на другие края. Они имеют еще горрой. Они с меньшие. Доброе, пожалуйста. Доброго дня. И до утра. По-по-по-по-по-по-по-по-по-по-тем. Доброго дня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создал DimaTorzok